Мой канал. Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня будет видео о моих покупках, а их было очень много, поэтому кому интересно, оставайтесь со мной. Первым подарком, который я очень хотела, это были кисти Зоева. Это вот такой набор. Я вставлю картинку, что я могу сказать об этих кистях. Я их обожаю. Я посмотрев его, я поняла, что мне он нужен, потому что все кисти, которые я тут увидела, всеми я в принципе пользуюсь, всеми я в принципе довольна. Нет, по-моему, ни одной кистей, которой я не пользуюсь. Естественно, это не за один раз. Естественно, я пользуюсь ими периодичностью, по надобности. Еще осенью вышла у нас на нашем рынке такая тональная основа, как лориальный пнажик. Естественно, я уже давно за ней гонялась. Я думала уже заказывать из Америки, потому что я очень хотела попробовать именно эту тональную основу. Ну, Армани, я не вспомню, как она называется. Армани, я не помню, как она называется. Это вот подобие Армани там какой-то там, с пипеточкой, по-моему. Нет, так. Просто она мне нравится, я ее советую. Для девушек жирной, нормальной или комбинированной кожи, склонной к жирности. Но не для сухой, потому что она подчеркнет все шелушения, и для сухой она не подойдет, потому что в ней есть спирт, и она ее вам подсушит. У меня кожа нормальная, поэтому не подходит. Далее, я покупала себе такой консилер от Smashbox в оттенке, это High Definition Concealer в оттенке Light. Он такой кремовый, хорошо пигментированный, очень хорошо перекрывает снеги под глазами, хорошо маскирует какие-то покраснения очень такие явные. Мне очень нравится этот консилер, потому что он у меня не скатывается под глазами, он даже в какой-то мере увлажняет зону под глазами, то есть он ее не пересушивает. В целом мне нравится этот консилер. Побывала я в англот этой осенью в начале, еще в сентябре или в конце августа. Ну, естественно, я, как я могла что-то там не купить, естественно, это были пигменты. Всем известный 22-й Карагинский, ну вот запал мне в душу еще ее на ее видео. Я в него влюбилась, я не могу сказать, что я им сейчас часто пользуюсь, но да, он мне нравится, пигмент очень хороший, очень красивый, очень хорошо лежит на глазах. Так, и 85-й тоже очень красивый, очень популярный, такой зелено-фиолетовый перелив. Вообще это сейчас моя любовь, наверное, вот такой оттенок, потому что и на ногтях я тоже подобный оттенок сейчас ношу. Это, кстати, щетение этой осенью Color Tattoo от Maybelline. В оттенке 25, это синий такой прям индига, ну, индига, как он, интересно, называется? Every Lasting Navy. И потом 35-й On & Bronze и 50-й Eternal Silver. То есть серебряный такой, синий индига и коричневый. Ну, я думаю, многие наслышаны о них, я люблю очень кремовые тени, поэтому я считаю, что у меня их достаточно много. Вот этот 35-й я, в принципе, могу использовать на каждый день. Вот этот синий, я просто в него влюбилась, но под мои, к сожалению, зеленые глаза он не очень хорошо смотрится. Но все равно я упорно буду стараться его как-то носить. Я его как раз хотела сочетать вот с этим серебряным. Мне кажется, это очень красивое сочетание на какой-то вечерний макияж. По стойкости, естественно, как вы и знаете, они держатся очень долго. Единственное, что могу сказать вот об этой тенюшке, которая 35-го оттенка, я не могу сказать, что она прям держится, как вот этот вот самый 40-й оттенок, Тауп. Я не вспомню название. Я не могу сказать, что она держится так же хорошо. Она держится долго, но не 24 часа, то есть это даже не ждите. 12 часов тоже нет. Скорее, там где-то 6-8 часов она держится. Но этого, в принципе, для дневного макияжа это достаточно. Нанесение она приятное, оттенок красивый. Свочи я опять-таки вставлю. Далее. Я не удержалась. Я наслушалась девчонку и купила себе. Лора. 1 и 2. Я не смогла между ними выбрать, поэтому взяла и первую, и вторую. Свочи опять-таки я вставлю. Что я могу сказать? Честно, моими фаворитами они не стали. Честно, моими фаворитами они не стали. Хотя цвета мне их очень нравятся. Но вот почему-то тянется все равно у меня рука к нейки 3 и все-таки тут. Как бы тени хорошие, они кремовые, они легкие в работе. То есть любой новичок как бы с ними справится. Я с ними справляюсь, нура. А я новичок. Купила еще вот такой вот карандаш себе от Smashbox. Ну, красивого такого оттенка. Такого серого в оттенке толп. Карандаш хороший, держится очень хорошо. Он такой восковой, его приятно... Он очень пигментированный, очень легко наносится, очень хорошо передает свет. Он очень хорошо держится на бровях. Он... С другой стороны, кстати, гель. Что не надо бегать, искать другой пузыречек. И как бы быстренько накрасили, быстренько нанесли. Очень удобно, быстро рисуешь бровки. Ну, мне он очень нравится. Далее. Этой осени, даже в конце лета получается, ну там, где-то вначале купила себе вот такой карандаш от Chanel в 68-м оттенке. Он мне очень нравится. Такой приятный оттенок нюдовый. Такой пыльной розы. Под мои губы у меня, в принципе, примерно такого оттенка губы. Поэтому, как бы, брала специально для того, чтобы носить какие-то нюдовые помады. Мне он очень нравится. Это мой, на данный момент, любимый карандаш. У меня их немного, но тем не менее, он мой любимый. С другой стороны, кисточка. Оттенок очень красивый, хорошо держится. Я его часто ношу просто без какого-то блеска или помады. Просто его, как получается, такой матовый эффект, матовые просто губы с красивым, очень таким оттенком. Карандаш хороший. Легко наносится. Он такой... Восковой... Не восковой. Он такой суховатый, но в то же время легко наносится. Дальше, что я купила еще этой осенью. Это вот такой Чаби-стик от Клиник в оттенке 0.9 Hipping Hazelnut. Я не уверена, что правильно прочитала, поэтому я оставлю название где-то здесь. Оттенок красивый, такой повседневный. Свотч опять-таки оставлю где-то здесь. Держится недолго, приятно наносит, немножко увлажняет губки. Приятно, мне понравился. Далее, что где-то в начале. У меня все в основном покупки были в сентябре. Купила вот такую вот себе помадку от Chanel Rouge Coco Shine 54. Оттенок мой. Приятно ложится на... Приятное по ощущениям, легко ложится на губки. Немножко увлажняет. Придаёт такой немножко блеск. На каждый день отличная помада. Мне еще одна там понравилась. Может, потом когда-нибудь себе возьму. Пока что мне достаточно моих помад. Помадка хорошая. Мне нравится. Немножко увлажняет. Не сушит. Ну, соответственно, так как она владает, не сушит губы. Не подчеркивает какие-то шелушения. У меня, если я несу очень много слоев. Потому что мне покажется, что очень мало как-то я нанесла. У меня может скатываться белая полоска. Но так в целом помадка хорошая. Далее. Купила не так давно. Купила себе помадку от Rilon из Super Lasting. Из серии Shine 835 оттенок Derri Couture. Такой сливово-пыльно-розовый такой оттенок. Он такой еле заметный. Опять-таки сводчий я вставлю. Он такой дает эффект зацелованную губ. Такой вот он увлажняющий. Не скатывается в полоску. Очень хорошо на день. Губная помадка держится недолго. Наверное. Максимум час. Потом ее надо поправлять. Но ее приятно достать. Приятная такая упаковочка. Лаконичная. Здесь сверху можно видеть, что за оттенок. Помадка мне понравилась. Может быть какие-то еще оттенки куплю. Такой упаковочек. Такой упаковочек. Я больше. Спасибо.